Всем привет! Это Андрей Каргаш, NAS88. Сегодня 1 апреля 2022 года. Сегодня я не придумал никакого розыгрыша для вас, поэтому без шуток, не смешное 1 апрельское видео. Так вот, как вы увидели, наверное, в заголовке, то есть видео, в первую очередь, я хотел вам показать совместную закупку по видеокартам CMP90HX, которая закончилась, но сейчас намечается новая. И кроме этого, я хотел бы вам ответить на популярные вопросы по поводу того, как можно нам доверять. И кроме этого, то есть я хотел бы рассказать, то есть все, что связано и с первым, и с вторым вопросом. Поэтому начинаем. Так вот, по поводу видеокарты CMP90HX. Мы уже отправили нескольким клиентам, но я не успел во время сделать видео, и сейчас сделаю видео с тем, что мы будем отправлять сегодня. Получается, вот клиент RE854, он заказал, получается, 17 штук. Вот эти две коробки, это клиент RE854. RE790 у нас уже заказывал майнеры несколько раз, поэтому мы пошли навстречу, сделали исключение и заказ 6 видеокарт CMP90HX. Для тех, кто не в курсе, что такое CMP90HX, это вот такие карты. Да, вот на ваш вопрос постоянный, что можно ли их там использовать для геймеров, нет, нельзя, потому что у них просто нет выходов для видео, точнее нет выходов для мониторов. То есть вы не сможете подключить монитор, то есть это просто пустышка, то есть здесь нету никаких входов для монитора. Вот, то есть вы не сможете подключить монитор, поэтому она для геймеров не подходит, только для майнинга. Вот, кроме этого у нас еще заказали RE850 и RE851, два клиента по 12 штук. Сейчас покажу вам. 12 и вот еще 12. Вот здесь, что такое, в районе 50 штук. Как я уже сказал, что до этого мы уже большую часть отправили. В чем преимущество закупки вот на таких совместных закупках? То, что цена ниже, чем была. То есть на самом деле вот эти видеокарты сейчас люди купили у нас, точнее у поставщиков через нас. То есть мы выступаем в роли посредников, то есть мы сами не имеем товара, который мы продаем. То есть мы выступаем в роли посредника. Так вот, вот эти видеокарты, которые купили через нас, они сейчас обошлись людям новые дешевле, чем в январе стоили БУ. То есть БУ в январе стоили в 2,5 раза дороже, чем сейчас новые. То есть это очень хорошая цена. Поэтому если вас интересует данная модель, пишите, буду им рады помочь. Что касается второго вопроса, который очень часто новые клиенты задают. Естественно, те, кто с нами уже работали, такого вопроса не задают. И как обычно, если клиенты приходят от других клиентов, такого вопроса тоже не задают. Но люди, которые приходят с улицы, и может быть вы один из тех, кто со мной не работал и не имеет рекомендаций пока что от кого-то. И у вас возникает этот вопрос, как можно нам доверять. То есть смотрите, во-первых, я хотел бы вам рассказать, что, во-первых, вы можете легко проверить. То есть вот этот адрес, где я нахожусь сейчас, вот этот адрес. То есть вот где я нахожусь сейчас, этот склад в Гуанчжоу. Если быть точнее, это пригород Гуанчжоу, это город Фошань. Ну, как по сути, как пригород Гуанчжоу. Вот этот адрес указан у нас на сайте karga1688.ru. Если вы сейчас зайдете на наш сайт karga1688.ru, именно адрес этого склада находится здесь. Поэтому, что вы можете сделать, чтобы проверить нашу компанию? И не так, чтобы я вам сказал, а чтобы вы сами это сделали и сами убедились. То есть первое, вы можете нанять независимого переводчика сами, любого, да, который находится там в нашем городе. А их достаточно много, то есть как минимум, я думаю, тысячи на ваш выбор переводчиков, которых вы можете найти. И вы можете нанять переводчика, прийти на наш склад, который указан на сайте karga1688.ru и проверить, что да, действительно, мы здесь есть. Вот, чтобы у вас не было сомнений. Потому что вы должны понимать, что у нас достаточно немаленький склад. Вот, и как бы было бы бредово, наверное, если бы мы снимали там 10 лет видео, да, то есть брали в аренду склад на 5 лет, а потом кого-то обманывали, да. То есть, ну, это было бы просто бредово. То есть, это оно как бы, ну, может быть, такие и бывают люди, я не знаю, но мне кажется, это было бы бредово. Поэтому я думаю, что просто проверить наш адрес, это уже немаленькая проверка. Поэтому это вы можете сделать в первую очередь. Во вторую очередь, то есть, вы можете зайти на мою страницу ВКонтакте, мою личную страницу Андрея Виноградов ВКонтакте, и проверить, кто у нас есть из общих друзей. На данный момент у нас уже заказывало свыше до 2000 человек, и большая часть из них из России. Поэтому вы можете проверить, кто у вас есть среди друзей, возможно, наши общие друзья. И, соответственно, то есть, спросить у них отзыв о работе с нами. Потому что если у нас есть общие друзья, скорее всего, хотя бы кто-то из них у нас уже заказывал, и, скорее всего, они уже смогут вам дать какую-то картину о том, как у них сложились с нами отношения, работают ли они с нами еще, работали бы они с нами еще, и дадут ли они вам рекомендацию о нас. Я надеюсь, что дадут хорошую рекомендацию. Это второй момент. И третий момент. То есть, вы можете приехать лично сюда, да, познакомиться в Китае, но проблема в том, что последние два года это невозможно. То есть, вы не можете сделать там какую-то туристическую визу, купить билетик и прилететь. Так не получится. То есть, уже два года я не видел ни одного клиента лично. Ну, за исключением каких-то там людей, которые уже живут в Китае и тоже через нас закупают товары. Но я имею в виду, я не видел тех, кто прилетели из России, чтобы встретиться, как раньше было. То есть, такого нету, потому что сейчас туристических виз нет, насколько мне известно. И все, что связано с рабочими и студенческими визами, очень сложно, насколько мне известно. Я, честно, не пробовал, потому что у меня семейная виза. То есть, у меня жена китаянка и у меня есть дети в Китае. Если вы следите за моими каналами, я думаю, вы заметили это. Поэтому у меня немножко другая ситуация. Но даже в моей ситуации, если я сейчас выйду, съезжу, например, проведать своих родных в России или съезжу отдохнуть в Таиланд, даже я переживаю, что пустят ли меня обратно, имея семью и бизнес в Китае. То есть, даже меня могут не пустить. Поэтому я просто слышал от нескольких знакомых и даже от нескольких конкурентов, которые вот так уехали и не могут вернуться, даже у которых есть семьи. Поэтому я пока не пробовал, но, насколько мне известно, это очень сложно. Но если у вас получится приехать, то мы можем встретиться без проблем. То есть, вы можете мне заранее сказать, и мы сможем с вами договориться о встрече, и вы можете лично со мной познакомиться. И более того, мы можем даже первый заказ сделать, по сути, при вас. То есть, в зависимости от того, какой это заказ, какой товар, это обсуждаемо. Но в том плане, что вы можете здесь находиться вот у нас на складе, ждать, пока товар приедет, и убедиться, что он реальный, да, как бы, что вы его можете пощупать, забрать с собой и можете даже отправить в другом месте. То есть, не проблема. Поэтому, что касается доверия, я думаю, только есть три реальных каких-то пути по поводу того, чтобы можно было проверить компанию в Китае. То есть, вот эти три способа, которые я вам сказал, они, в принципе, для любой компании, то есть, не только для нашей компании. То есть, вам надо проверить локацию человека, да, что действительно ли находится там этот склад, действительно ли идет работа, вот. Соответственно, то есть, постараться найти общих друзей, и если есть возможность, приехать, убедиться лично. Я думаю, что лучше, чем эти способы, не получится. Вот. Поэтому, если у вас даже после данной информации, да, то есть, если у вас все равно есть какое-то недоверие, и вы хотите написать сообщение, чтобы там самоутвердиться там, или что-то такое, я не знаю даже для чего. Ну, то есть, там, то есть, вот есть категория людей, которые просто ищут подвох, ну, просто вот систематически, что неважно, то есть, вот какая информация, какой человек, обязательно надо искать что-то плохое, искать какую-то зацепку, что там какой-то есть подвох, да, как бы, ну, то есть, я думаю, каждый из вас понимает, о чем я говорю, что такое, даже не то, что категория людей, такое, в принципе, даже можно сказать настроение, да, то есть, у каждого из нас бывает такое настроение, что мы сомневаемся, и можем просто не доверять, либо из-за какой-то ситуации, либо из-за какого-то человека, либо из-за каких-то там ощущений внутренних, да, в этом случае, друзья, пожалуйста, просто не пишите мне в данный момент. Вы можете написать мне, когда у вас сомнений нет, да, то есть, будет ли это через год, через два года, через три года, неважно, то есть, я не тороплюсь, но у меня нет времени пытаться как-то оправдываться, что-то там доказывать, там, пытаться вам на словах объяснить, что я не обманываю никого, ну, как мне это сделать, я не знаю, ну, вот представьте, вот вы у меня спрашиваете, как я могу вам доверять, я что, должен сплясать, я не знаю, ну, вот честно, правда, вот у меня на видео, на ютюбе уже видео выходит 10 лет, я 10 лет нахожусь в Китае, 10 лет на моем канале есть видео, сколько надо лет работать, чтобы не было сомнений, 20, 100, извините, я не знаю, что если через 90 лет, возможно, я не смогу работать просто, вот, а как бы, ну, вы должны понимать, что 10 лет, это немало, то есть, это достаточно много, это достаточно стабильно, и я считаю, что мы уже всем все доказали в целом, да, поэтому, если у вас сейчас доверия нет, вам нужно просто какое-то время следить за нами и написать или позвонить, когда у вас доверие есть, либо предпринять самостоятельные шаги, то есть, нанять какого-то агента, найти каких-то общих друзей, или даже, может быть, не общих друзей, а друзей, общих друзей, или еще что-то, да, но это уже, то есть, ваше дело, поэтому я прошу просто не писать мне по поводу этих вещей, потому что такие вот диалоги с людьми, которые не доверяют, даже как-то с негативом каким-то, вот, мне пишут, бывает такое, нужно понимать, что эти диалоги отнимают очень много времени, и из-за таких диалогов в итоге задерживаются сообщения тем людям, которые мне уже оплатили, которые хотят оплатить, и, соответственно, я из-за этого, то есть, отвечаю долго своим целевым клиентам, то есть, если у вас доверия ко мне нету, вы не мой целевой клиент, то есть, я могу, в принципе, вообще больше не брать новых клиентов, да, и просто работать со старыми клиентами, то есть, у нас достаточно много постоянных старых клиентов, и если вы один из наших постоянных клиентов, я благодарю вас вдвойне, что вы сейчас это смотрите, и, надеюсь, вас все устраивает в работе с нами, но если вы один из тех, кто хочет мне написать там, и утвердиться, да, что там, как будто доказать что-то, да, как бы мне это правда не нужно, то есть, правда, то есть, я вас не уговариваю заказывать через нас, я вас не умоляю об этом, то есть, если у вас есть желание работать именно со мной, у вас есть ко мне доверие и уважение, вы получите взамен то же самое, вы получите взаимоуважение, взаимо, то есть, поддержку, да, и, то есть, я переживаю за каждый заказ, по сути, как вот, за свои деньги, да, то есть, я имею в виду, как будто бы мои деньги вложены в заказ, я также переживаю за каждый заказ, по сути, То есть я стараюсь сделать все, чтобы не было шансов у кого-либо обмануть меня или моих клиентов. Да, бывают накладки, бывают проблемы. Нужно понимать, что здесь проблема может прийти откуда угодно. Поэтому с опытом, то есть мы стараемся обходить все возможные такие проблемы. И я думаю, у нас очень хорошо получается. Но для тех, кто сомневается во мне или в моей компании, или вообще в чем-то, вы можете лично сами проверять, но мне об этом писать, пожалуйста, не нужно. Просто нет смысла отнимать и мое время, и ваше время. Я ничего вам нового не скажу, кроме того, что я вам сейчас сказал в этом видео. Я многим говорил то же самое в переписке в WhatsApp. То есть что нужно сделать, чтобы проверить человека. Это неважно, вы проверяете меня или моего конкурента. Алгоритм, я думаю, одинаковый. Причем, более того, я бы действительно делал то же самое на вашем месте, если бы я был на вашем месте. Иначе я не знаю, как, что можно было проверить. То есть это, в принципе, мне кажется, самые реальные способы проверить человека, проверить компанию в Китае. Вот. Поэтому, если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, напишите в комментариях, либо напишите в личных сообщениях. Как я уже сказал, пожалуйста, сэкономьте мне и вам время. Если у вас не заказ, и вы хотите просто пообщаться. У меня есть семья, мне нужно общаться со своими детьми хотя бы иногда. То есть у меня нет времени общаться просто так. То есть я могу общаться, вот сделать заказ. Все, если у вас нет заказа, вы не готовы заказывать. Ну, поймите меня правильно. У меня двое детей. Мне нужно потратить время на своих детей. То есть, ну, я и так работаю 12-14 часов в сутки. У меня нет времени на это, чтобы просто побыть немножко со своими детьми, которые скоро вырастут, идут в школу, в университет и женятся, и я их вообще не увижу. Поэтому я просто из-за этого прошу просто не отнимать мое время и не отнимать ваше время. То есть просто, если у вас есть заказ, и вы готовы оплатить сегодня, пишите, будем рады помочь. Если у вас нет какой-то конкретики, вы там что-то пытаетесь найти, какой-то подвох, там что-то такое, большая просьба. Пожалуйста, сэкономьте нам обоим время. Давайте не будем в эти игры играть. Они действительно, ну, уже не смешные. То есть за 10 лет нашей работы, я считаю, что я уже доказал тому, кому должен был доказать. А кому не доказал и все равно непонятно, то тут как бы недоверие никогда не закончится, мне так кажется. Поэтому мне кажется, что кто хочет с нами работать, тот знает, что 10 лет притворяться честным не получится. То есть если бы мы пытались кого-то обмануть, за 10 лет это бы уже проявилось. Поэтому, друзья, большая просьба, если у вас есть заказ, пишите. Если у вас нет заказа, вы просто хотите пообщаться, пожалуйста, не нужно писать мне лично. То есть вы можете оставить комментарий какой-то, можете спросить ваших каких-то переводчиков, проверить нашу компанию или что-то еще. Ну, просто у нас нет возможности это делать. В связи с этим, то есть из-за того, что много подобных сообщений, очень много подобных сообщений, физически, то есть я не могу ответить своим целевым клиентам. То есть люди, которые пишут, что я готов оплатить, или клиент, который уже оплатил. Я в итоге не могу ответить людям вовремя, из-за того, что очень много сообщений, долгих каких-то вопросов. Какие-то вот непонятные люди очень часто просто вот мы не общались, да, то есть не было сообщений у них ни привет, ни здравствуйте. Вот где логика у людей, да, то есть какой-то незнакомый номер просто берет и звонит мне, делает видеозвонок. Без здравствуйте, без там насчет чего вообще-то, да, как бы, то есть. И вы просто мне звоните в видеозвонок, и потом удивляетесь, почему я не беру трубку. Ну, вот вам будет звонить незнакомый номер на видеозвонок, вы будете отвечать? Ну, нет, конечно, нет. То есть у меня даже люди, которые мне уже оплатили, я сделаю видеозвонок, чтобы показать товар, и то люди не берут трубку, при том, что они мне заплатили деньги. А вы хотите, чтобы я брал трубку на незнакомые номера, которые мне даже сообщений никакого не написали, и что я должен там сделать видеозвонок, и что я, сплясать вам на видео или что? Ну, я, честно, вот не знаю, ну, маразм какой-то. Вот. Кроме этого, то есть я стараюсь не работать в формате голосовых сообщений и вообще звонков в принципе. Почему? Я вам объясню в этом видео, почему я так делаю. Потому что заказ может занимать две недели, три недели, четыре недели, а бывает и дольше, да, то есть в зависимости от того, там, какой товар, какая доставка выбрана и так далее. И в связи с этим, то есть проходит много времени, и я могу забыть, о чем мы договорились по телефону. Клиент может забыть, о чем мы договорились по телефону. И потом, когда вдруг получается так, что кто-то из нас заметил, что что-то пошло не так, мы начинаем выяснять отношения, мы начинаем спорить. А вот, Андрей, а вы говорили вот так вот. А я говорю, нет, это вы вот так вот говорили, а вы вот так вот. И то есть, и получается, что здесь вот потом доказать, кто кому что говорил, просто невозможно. Вот, поэтому, чтобы не было такой ситуации, я стараюсь все наши договоренности вести в переписки. Чтобы в переписке в WhatsApp вы могли увидеть, о чем мы договорились. И что если пройдет месяц, два месяца, полгода, мы не сможем забыть, ни вы, ни мы, вы знаете конкретно, что я написал слово в слово. То есть, у вас осталась история сообщений. И, соответственно, и я смогу увидеть, что вы мне обещали, что я вам обещал, и вы можете увидеть, что вы мне обещали, что я вам обещал и так далее. Соответственно, то есть, через месяц или через два месяца у нас не будет такой проблемы, что мы будем утверждать какие-то вещи, кто-то что-то говорил, кто-то что-то не говорил. У нас есть история переписки, и всегда есть доказательства, о чем мы договорились с вами. Именно поэтому я предпочитаю всю работу в текстовом формате и с картинками, с фотографиями, с криншотами и так далее. Для того, чтобы у нас была история полностью, всей переписки, всех договоренностей, и неважно, да, то есть, какая у меня или у вас память, сколько прошло времени и так далее, мы всегда сможем поднять нашу переписку и увидеть, о чем мы договорились, что крайне важно в спорных ситуациях. Очень многие спорные ситуации решаются именно так, то есть, мы просто открываем переписку, смотрим, как я обещал, как вы сказали, как я сказал, и из этого, исходя, решаем спор в вашу или в нашу сторону, исходя из того, о чем мы изначально договорились, о чем изначально была переписка. Поэтому максимально важно, да, то есть, спросить вопросы, в которых вы сомневаетесь, в переписке, чтобы я вам дал на них ответ. И у нас это было в истории переписки, что я вам пообещал то-то, 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 а вы, соответственно, согласились там или не согласились, или там что-то сказали другое, или попросили что-то, или что-то сами пообещали, соответственно, то есть, уже это у нас есть запись об этом, и уже она не потеряется. Вот, поэтому тоже очень важный вопрос, не нужно вообще звонить, то есть, если вы хотите проверить, мой ли это аккаунт, достаточно посмотреть номер телефона, то есть, сделать клон WhatsApp не получится просто потому, что WhatsApp привязывается к мобильному телефону. Этот китайский номер, мобильный телефон, принадлежит мне 10 лет, он никуда не меняется, он никуда не будет меняться. Поэтому вы можете спокойно его использовать и искать меня по этому номеру телефона. Не нужно искать по ID, Telegram, потому что там мошенники могут сделать какой-то лишний символ в конце, или там в середине какой-то добавить символ, и уже вы можете добавиться не туда, точно так же, как в Скайпе. То есть, вот в Телеграме и в Скайпе есть одинаковая проблема, что если мошенники сделают похожий ID, добавят какой-то символ в конце, то человек может просто по ошибке добавиться к аккаунту мошенника. Именно одна из важнейших причин, почему я не использую Телеграм для переписок и для работы, именно в этом, чтобы те, кто просто не заметил, да, там, или как-то там невнимательно, да, посмотрел, и добавился к мошеннику, и случайно просто оплатил мошеннику, да. Поэтому для того, чтобы такой ситуации не было, я работаю через WhatsApp, потому что в WhatsApp нету проблемы, которая есть в Телеграме и в Скайпе, вот. Поэтому, пожалуйста, пишите в WhatsApp, в WhatsApp у нас есть переписка, опять же, то есть, в отличие от Телеграма, где в Телеграме можно вообще просто удалить всю переписку, и человек просто даже не сможет уже сделать никакие скриншоты там и так далее, да, то есть, в Телеграме такое есть, и именно так поступают мошенники, то есть, они удаляют просто полностью весь диалог для обоих сторон, и вы просто даже не можете потом показать вообще, что было другим людям. В WhatsApp и так не получится, вот, поэтому WhatsApp гораздо безопаснее в этом плане, на мой взгляд, я могу ошибаться, но, на мой взгляд, это так, вот. Вот, я извиняюсь, что сегодня видео вышло крайне долго, возможно, оно не настолько информативно и полезно, насколько прошло времени, но, в любом случае, я вас благодарю, и если вы действительно заинтересованы заказывать видеокарты, то, пожалуйста, пишите на мой WhatsApp, буду рад вам помочь, прошу с пониманием относиться к очереди, да, то есть, я всем отвечаю в порядке очереди, и всегда все получают ответы, вот, это может занять час, может занять сутки, то есть, действительно, сообщений много, я стараюсь по максимуму, но нужно понимать, что я живой человек, да, то есть, у меня есть двое детей, у меня есть какая-то личная жизнь, да, то есть, я не могу просто, вот, вообще, вот, просто быть в WhatsApp, и просто даже не покушать, и в трое-то не сходить, да, то есть, как-то, ну, тоже надеюсь на ваше понимание, вот, поэтому большая просьба, то есть, ждать, потому что я стараюсь отвечать снизу вверх, и если вы пишете повторно, то очередь может теряться, и вы уже, может быть, получите ответ еще дольше, если вы повторно написали, потому что, если я снизу вверх отвечаю, а вы что-то еще написали, пока я вам не успел ответить, ваша переписка уходит наверх, и в итоге я опять отвечаю снизу, и опять очередь до вас не дошла, а потом вы опять что-то написали, и опять очередь потеряли, и, то есть, поэтому лучше написать сообщение и дождаться по очереди моего ответа, Я с удовольствием вам смогу ответить. Это большая просьба, просто ждать по очереди, чтобы я смог вам быстрее ответить, потому что несколько раз писать будет еще дольше в итоге. Надеюсь, ответил на большинство тех вопросов, которые не были отвечены до этого. Пожалуйста, помогите мне сделать видео более информативно, чтобы было еще меньше вопросов. Напишите, пожалуйста, какие вопросы я не озвучивал до этого в других видео. И я, возможно, сделаю видео именно про это. Поэтому, если вам хоть какая-то польза была от этого видео, прошу вас, пожалуйста, поставьте лайк. Это помогает продвижению видео. Также, пожалуйста, напишите какой-то комментарий. Это тоже очень помогает продвижению видео. И если вы сможете хоть что-то написать, это действительно мне поможет. И за что вам отдельное спасибо. Всего вам хорошего. Извините, это, наверное, самое скучное видео на 1 апреля. Вот. Но поздравляю вас с 1 апреля. Надеюсь, вы смогли сегодня хорошо посмеяться. Вот. Поэтому всего хорошего и много улыбок. Пока.